Андрей Семенович Тарханов родился 13 октября 1936 года в деревне Аммания Кандинского района, Остяково-Гульского национального округа в семье охотника Манси. Имя Андрея Семеновича Тарханова присвоено Центральной библиотеке Кандинской межпоселенческой централизованной библиотечной системы. Андрей Тарханов окончил Хантамансийское национальное педагогическое училище в 1956 году. Высшие курсы сценаристов и режиссеров при Союзе кинематографистов СССР в 1967 году. И высшие литературные курсы Союза писателей при Литературном институте имени Горького в 1987 году. Учился в Ленинградском педагогическом институте имени Герцена. Работал учителем в Юмасимской семилетней школе с 1956 по 1957 годы. С обкором окружной газеты «Ленинская правда», редактором окружной студии телевидения, в Доме творчества народов Севера семь лет возглавлял Угро-Ямальскую писательскую организацию, которая в 1989 году преобразовалась в Хантамансийскую организацию Союза писателей России. Андрей Тарханов, почетный житель города Хантамансийска, заслуженный деятель автономного округа, награжден Орденом дружбы народа в 1997 году, являлся вице-президентом Межокружной ассоциации финно-угорских писателей. Свои литературные произведения Андрей Семенович пишет на русском языке. Впервые опубликовал стихотворение «Утро» в 1958 году в окружной газете «Ленинская правда». Спустя пять лет вышел в свет первый сборник его стихотворений «Первая зависть». Книга «Снежная симфония» принесла Тарханову звание лауреата премии губернатора автономного округа в области литературы в 2000 году, а книга «Избранных стихотворений. Исповедь язычника» лауреата Всероссийской литературной премии имени Твардовского. В начале 2004 года читатели держали в руках 18-ю книгу Андрея Тарханова «Колокол грянет», где автор остался верен своей основной теме – воспеванию природы. Андрей Тарханов «Мы все обязаны природе». Перед природой мы все равны – и взрослые, и дети. Природа по-своему открывается нам. Она не сразу нам доверяет. Она, поверьте, присматривается к нам и случается долго. Необходимо наше терпение, а главное – доказательство того, что ты любишь природу и готов ей помочь, и помогаешь делами. Однажды, в начале мая, когда появились первые цветы и залетали бабочки, вдруг наступило похолодание. Подул прохладный северный ветер, и природа как бы притаилась, замерла на время. Я поспешил в нашу знаменитую долину ручьев. На одной из веток вербы я обнаружил дрожащую бабочку. Она буквально прилипла всем своим существом к ветке, чтобы не свалиться вниз на льдистую кромку ручья. Я взял осторожно бабочку за крылышки и отнес ее на ветки ели под лучи солнца. Вскоре она зашевелилась, пробуя силу крылышек. Да и ветер стих. Природа снова ожила. Я радостно отправился домой. И каково было мое удивление, когда я увидел над собой летающую знакомую бабочку. Ей-богу, это правда. Она благодарно провожала меня. Так я понял этот жест. Подобных благодарных примеров, жестов от обитателей природы ко мне я мог бы привести немало. Помню сорочонка, чуть не упавшего в кадушку с водой на даче. Он долго вопил от радости, поглядывая на меня. Ведь это я в последний миг падения сорочонка успел схватить его, легонько бросить на доску у стены. Еще раньше я спас скворчонка, выпавшего из скворечника. Но в роли спасителя оживности природы в деревне я, признаюсь честно, был не первым. Вся наша округа гордилась моими сверстниками. То ли Ендоковым, то ли Петрушкиным, Ваней Семеновым. Я – таежный житель, таковым и сейчас считаю себя. Однако то, что дарила и дарит природа мне, не идет в сравнении с тем, что дарю по взаимности я. Ну, это сугубо строгое отношение к себе. Ибо вдруг вспомнил, какие душевные стихи рождаются у меня о природе. Я очень люблю ее. Теперь обратимся за примерами благодарности к природе, к великим деятелям литературы, музыки, науки. Бетховен, немецкий композитор, говорил, «Я улавливаю свои идеи в природе, в лесу, на прогулках, в тишине ночи, ранним утром». Иван Тургенев – русский писатель. Настоящее лучшее качество человеческого сердца яснее и полнее раскрываются на природе. Известно, что практически все основатели школ древности считали природу главным наставником талантливого человека с детства. И мы нынче так считаем. Итак, дети, я снова возвращаю вас к нашему конкретному разговору. Вы, наверное, заметили сами такое явление. Как только вы появились на лесной полянке на прогулке, над вами вскоре появляются стрекозы, кружатся бабочки, звонче поют птицы. Эта природа оказывает вам свое внимание. Вы, дети, где осознанно, где нет, но мыслите на природе поэтически, оригинально. Случай такой. Я и мой сын Илья идем в детсад. Ласково по-домашнему смотрела луна. Мои ботинки на свежем снегу певучи поскрипывали. Слышу. Папа, ты идешь и будь-то поешь песенку луне. Я невольно улыбнулся. Пою не только луне, но и тебе. Помнится, мы с Иваном Пятиклассником рано утром отправились на болото за морожкой. Утро серебряное, тишина чуткая. Зволнованный голос сына слышен, наверное, в небе. Папа, смотри, пластинка висит. Комар на ней поет. Смотрю. Между двумя ветками березки паук натянул округлую сетку из паутинок. Получилось по форме, как музыкальная пластинка. А в центре ее, запутавшись, трепыхается и издает плакучие звуки большой комар. Мы решили не вмешиваться в лесную драму. По этому случаю у меня вскоре родилось стихотворение. Я посвятил его сыну. Образ-то он подарил мне. Такие трепетно живые, истинно талантливые образы мы с вами, дорогие дети, обоюдно дарим друг другу всю жизнь. И в этом есть неугасимая творчески-художественная связь между нами, профессиональными поэтами и вами, от природы, одаренными детьми. Певучесть литературного Тархановского слога позволила многим его стихи считать довольно милыми песнями. Одним из лучших своих произведений Андрей Тарханов считал стихотворение «Седьмой вагон». Стихи переводились на болгарский, венгерский, киргизский, чешский, украинский, финский языки. Андрей Семенович Тарханов ушел из жизни 14 августа 2017 года. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...